друзья приветствую на канале таро подсказки на каждый день и это воскресная традиционная загадалочка желаний мы будем смотреть как всегда три варианта если у вас есть три желания загадывайте на каждый вариант по желанию если одно большое сокровенное то загадайте какую-то одну из позиции первую вторую или третью и соответственно посмотрите что там предлагается кто нетерпеливый тайм-код есть в описании сразу переходите к своей загаданной позиции ну а мы посмотрим возбудется ли желание номер один сбудется ли желание номер два используется ли желание номер 3 и на дорогу будем смотреть что вам поможет быстрее исполнить да или если допустим у нас здесь препятствия возникают то что нам поможет дайте препятствия преодолеть итак смотрим вариант номер один сбудется ли ваше желание или нет грядут великие перемены но смотрите дворякая конечно карта здесь про то что грядут перемены которые поспособствуют вашему исполнению желаний а может быть перемены такие когда вам это желание уже будет не нужно да она потеряет свою актуальность поэтому по сути своей карта вам говорит не торопитесь если вы сейчас все кидаете да на то чтобы добиться на то чтобы может быть не знают это бороться да за исполнение своего желания так вот притормозите должен пройти определенный цикл до времени после которого вы поймете что ситуация изменилась и тогда или вам будет легко добиться своего желания да или ну действительно вам она уже больше будет не нужно я бы здесь в принципе посмотрела общую подсказку не про то что как добиться а вообще общую что вам хочет сказать карта как совет давайте перевернутый король кубков это про то когда эти побудьте в своих эмоциях посмотрите что у вас там сейчас вообще в принципе перевернутый король кубков говорит нам о том что у вас может быть нестабильное эмоциональное состояние оно вам выходит как но вот то на что обратить внимание возможно на самом деле у вас сейчас желание и не исполняется потому что вы находитесь в этом перевернутом состоянии такой перевернутый король кубков это когда вы можете эмоционировать вы можете обижаться вы можете как-то пытаться сманипулировать эмоционально другим человеком или вообще всеми людьми которые вас вокруг вас окружают это больше знаете пребывание в таких негативных эмоциях это больше про то когда я хочу себе да это такое потребительское отношение что ты мне давай эмоции а я тебе как бы ну наверное нет поэтому пересмотрите свою жизнь что у вас там происходит если у вас на самом деле сейчас такая ситуация если да тогда возвращаете короля в прямое положение потому что тогда в принципе на жизнь будет легче да и исполнение желания возможно действительно тоже будет легче итак переходим ко второму варианту что у нас там исполнится желание или нет приближается резкий перелом божечки смотрите что то у нас какие-то вообще и в первом варианте и во втором варианте давайте так первый вариант посмотрите что было, ой, второй вариант, посмотрите, что было в первом варианте, потому что возможно для вас это тоже будет актуально. Но, опять же, карта конкретно не говорит о том, исполнится желание или нет. Возможно, будет так, что ситуация поменяется, и что-то такое кардинальное случится, где, возможно, вам будет уже не актуально это желание, или же, в принципе, ну, вы сможете его получить, или же вы поймете, что вам никогда его не получить, не исполнить, да, вот той цели, того желания. Поэтому здесь тоже больше про, знаете, наверное, доверие ко вселенной, потому что если вы пойдете сейчас, как вот здесь у нас Овен, да, нарожен, просто рогами все убивать, да, то, возможно, это неправильная стратегия, да. Давайте посмотрим вам подсказку вообще, что скажут карты, что хотят передать вам. Четверка кубков, побудьте, давайте так, наладьте свой эмоциональный фон. Здесь про эмоциональную стабильность, про то, когда, ну, по сути своей, вас особо-то и из вот этого состояния, да, не выбить, то есть когда это не про всплески, это не про каждый день, каждый праздник, да, вот это не про это, это про более ровное такое течение жизни, именно в эмоционально-чувственном плане. Наладьте себе вот это состояние, да, побудьте в нем, и тогда вот эти резкие переломы, вот эти резкие изменения, которые вот прям сильно приближаются, да, они не будут нести для вас, ну, столь, не знаю, фатальный, наверное, какой-то результат, да, то есть вы сможете справиться с тем, что, ну, скажем так, жизнь вам предоставит, да, но двоечки, сходите на первый вариант, там плюс-минус про то же, но подсказка другая для вас. Итак, посмотрим третий вариант, избудется ли желание или нет. Личные трудности скоро будут, преодолены. Итак, смотрите, троечки, если у вас для исполнения вашего желания, достижения вашей цели, вы видели преграду, как свои какие-то, ну, может быть, личностные качества, да, или может быть, трудности личного характера, допустим, там в отношениях, в семье и так далее, да, то преодолеете скорость, так все будет хорошо. Давайте вот здесь посмотрим как раз совет вам, что вам нужно сделать, да, чтобы легче, да, или быстрее преодолеть трудности. Прекрасненько. Начните новый этап в своей жизни. Поймите, что то старое, за что, возможно, вы держитесь, да, оно уже не играет той роли, да, не отыгрывает того сценария, который вам нужен для будущего. И здесь, как совет вам, идите в новое, вот по дураку, да, вот так вот спокойненько, вспорхните вот в то, что вам открывает мир. Да, возможно, есть какие-то там трудности у вас, может быть, вам, ну, элементарно, давайте предположу, не хватает какого-то навыка, и вы поэтому не берете какой-то шанс, да, возьмите шанс, а потом будете разбираться с тем, чего у вас там не хватает. Потому что, знаете, очень часто, как говорится, страх и глаза велики, да, и на самом деле вы сами можете выстраивать перед собой препятствия, хотя по факту, если бы вы уже пошли по этому пути, вы бы, наверное, поняли, что, ну, не так масштабно, да, то, чего у вас нет, или, допустим, чего вам не хватает, и, в принципе, все достижимо, все реализуемо. Поэтому троечка. Все в ваших руках. Желаю всем вариантам, чтобы желания все-таки исполнились. И до новых встреч. Пока-пока.